Повышение уровня информированности специалистов в сфере предупреждения и противодействия торговли людьми, грамотная организация работы со школьниками по своевременному выявлению таких фактов. Именно такие цели ставили перед собой организаторы обучающего тренинга, проводя мероприятия в формате интерактивной игры. Это хороший пример того, как можно легко и непринужденно взаимодействовать с подростками, постепенно выводя их на достаточно открытый и откровенный разговор. Данный обучающий тренинг проходит в рамках проекта международной технической помощи, реализуем международные организации по миграции представительства Республики Беларусь. Это укрепление в Республике Беларусь национального механизма перенаправления пострадавших в торговле людьми. В рамках этого мероприятия наша задача повысить уровень информированности о проблеме торговли людьми. Брестская городская организация Белорусского общества Красного Креста давно и достаточно плодотворно реализует целый комплекс мероприятий, направленных на развитие социальной активности молодежи. Лучшие наработки вошли в учебные пособия, которые смог получить каждый участник тренинга. Тут все о торговле людьми от А до Я. Это и что такое торговля, и методы вербовки, и профилактические мероприятия, реинтеграционная помощь, а также тут опыт работы информационно-консультативного центра «Руки помощи», который расположен и функционирует с 2005 года на базе Брестской городской организации Белорусского общества Красного Креста. Белорусское общество Красного Креста участвует в процессе защиты жертв торговли людьми. В своем большинстве этот вопрос касается взрослого населения. Выполняя свою функцию в столь сложном процессе, организация активно работает над реинтеграционной помощью потерпевшим и превентивной деятельностью. Кроме того, существует горячая телефонная линия и в клубе деловых женщин. Только за год сюда поступила не одна сотня звонков из более чем 140 стран мира. И каждый озвученный вопрос был детально изучен и разобран. Но есть еще один важный аспект. Если взрослые могут реально понять, с чем столкнулись, то подростки не всегда принимают то, что стали жертвой. Научиться вовремя рассмотреть проблему – задача школьного социального педагога. Наши подростки, учащиеся в наших школах, они не всегда осознают эту проблему, они не всегда понимают, с чем они сталкиваются в сети интернет. И их природное чувство любопытства, чувство познания и всего остального, оно их толкает на то, чтобы они погружались в эту проблему, не осознавая последствия того, к чему их может это привести. Поэтому я считаю, что те знания, которые сейчас специалисты получили на этом тренинге, они помогут специалистам работать с детьми, работать с учащимися, работать с семьями неблагополучными. Новое знание и новое знакомство, большое количество учебных материалов и, конечно же, бесценный опыт общения с коллегами – все это смогли получить участники тренинга. Теперь по возвращению в учреждение образования, каждый из них будет формировать свою систему работы в этом направлении. И уже следующие подобные семинары станут площадками обмена мнениями и идеями в более локальном масштабе. Продолжение следует...